Друзья мои, всем привет! Я Димас, вы на канале Кузбразер Хукс. Сегодня будем готовить, точнее будем засаливать селёдку. Попробую сделать такую же любимую всеми, как в Советском Союзе, в банке. Купали в бочках, там подобное. Купил в магазине три штучки. Килограмма-полтора она точно здесь есть. Такая селёдка хорошая, в принципе. Покажу вам. Большая, довольно-таки Тихоокеанская, Атлантическая, непонятно. Также будет много специй. Лавровый лист, кориандр, чили-перец, гвоздика сухая, перец чёрный, корица будет присутствовать. Естественно, соль и сахар. И, естественно, это всё будем заливать тузлуком. Тузлук у меня стоит, вот вода начинает закипать на плите. Добавим... Перец душистый ещё, кстати, забыл здесь есть. Добавим наши специи все в тарелочек, чтобы перемешать было удобно. Лаврушку немножко помнём и сучьи специи нацепим. Вот, также добавим соли немножко. И сахар, песок. Какую-то часть. Всё это перемешаем. Ложечкой, если что-то брезгаете чем-то, рукой проще. Вот, селёдку я помыл, просушил. Немножко она после магазина была, не очень. Не рекомендуют её мыть, но я промыл. Запах вообще великолепный стоит. Всё остальное мы насыпем, пойдём в тузлук наш. Тут 100 грамм соли и сахар. Грамм 35, наверное, получится. И что будем делать дальше? Возьмём ёмкость какую-нибудь обычную, чтобы нам было удобнее промазать нашу селёдку. Перекладываем её сюда. Селёдка довольно-таки крупная. И обсыпаем просто специями. Со всех сторон. Уже пошёл аромат. Приятный вообще. Очень вкусный аромат пошёл. Уже. Я буквально её только посыпал. Реально ощущается какой-то вкус детства. СССРовский. Обильно всё так засыпаем нашими специями. Сейчас вам покажу. И немножко натираем даже. Естественно, дадим этому всём постоять часа 2-3. Минимум. Где-нибудь в помещении прохладном. В холодильнике, скорее всего. Какой у вас есть поблизости. Смотрите, как получается. Вот в таком виде можно накрыть плёнкой пищевой или чем-то. И пусть она постоит у вас в холодильнике часа 2-3. Как раз вот тузлук закипит. Соль, сахар растает. И тоже пусть он остынет. Ниже комнатной температуры, чтобы был холодный. Именно, чтобы его заливать. Чтобы не испортить нашу селёду. Часа через 3 встретимся с вами. Будем заливать тузлуком. Ну вот прошли долгие часы ожидания. Где-то часа 3. Точно прошло минимум. Наш рассол остыл полностью. Селёдочка вот отлично промариновалась. Я даже не убирал никуда. Её сложил уже, переложил в контейнер. Другой пинка вверх. Животом вниз. Запах вообще обалденный стоит. И сейчас зальём наш рассол. Перцы я вот кинул туда все. Горошком не стал дробить. И вот прям сверху выливаем. Должно покрыть полностью наш селёдкой. Можно сверху этот положить груз какой-нибудь. Но мы не будем. Мы сегодня не положим. Вот завтра положим груз. И всё. Оставляем наш рассол на минимум 3 суток. Чем дольше стоит, тем лучше. Можете прям оставить так же в ведре. Или в какую-нибудь другую ёмкость переложить. Более компактную. Всем добрый вечер. Ну вот у нас прошли долгожданные трое суток. И наша селёдочка просолилась. Я надеюсь. Запах стоит обалденный. Вообще просто божественный. Я прям ждал, надеялся. Хлебушек вот приготовил. Чёрненький. Сейчас будем пробовать смотреть, что у нас получилось. Был под гнётом это всё. Видите, тарелочка тут. Сока много. Я ставил баночку небольшую. Ну вот самую изогнутую попробуем. Вот такая красотка. На вид вообще очень классно, друзья. Просто шикарно. Разрежем прям пополам. Посмотрим, что получилось. Ох ты, ох ты, ох ты. С икрой, ребята. Видите, нет крови. Цвет белый. Значит, она просолилась. Отличная селёдочка вообще. Просто бомбическая. И вот так вот выглядит у нас рассол. Жалко, действительно, камера не передаёт запахи. Но прям вот поверьте, это прям вот баночная селёдка. Вот это. Реальный запах классный. Вы из рассола её не вынимаете. Пусть она у вас лежит так. Вы достали там какую-то там одну рыбку. Съели и оставили дальше. Пусть лежит. Она как бы насыщается. Она чуть-чуть возьмёт соли максимум ещё. Но я думаю, такое количество селёдок вы быстро умнёте, если вы там готовили их к празднику какому-нибудь. Под селёдку, под шубу или просто. Как на вкус. Что, киса? Что, киса? Кошки тут собрались все сразу. Она отделяется вообще великолепно. Кажется очень вкусная. На, иди, держи. Куча кошек сбежалась. Попробуй рыбку. Это божественно. Вообще просто нет слов. Это не сравнимо с магазинной. Ну, вот это вот, кто жил в Советском Союзе, ел такие селёдки, это очень вкусно. Есть подобные сейчас, да, делают, но вот это в домашних условиях. Я сам не ожидал, что вкусно получится. Реально, это обалденно. Так что сейчас пойду есть эту селёдку. Кто первый раз на канале, подписывайтесь обязательно. Кому видео понравилось, лайк ставьте. Всем добра и мира. Пока-пока.